Садитесь кто-нибудь сюда один. Садитесь. Еще раз здравствуйте. Это программа такси, канал ТНТ. Такси, где не надо платить денег за проезд. А деньги платят вам. За правильные ответы. На простые вопросы 100 рублей, на сложные 500 рублей, на очень сложные 1000. Но при этом у вас есть 3 жизни. Если вы 3 раза ошибаетесь, отвечайте неправильно. Встаем. Я вас высаживаю. Хорошо. А советоваться можно? Конечно, можно. Нам втроем. Конечно. Мы все одноцелые. Ну что, вы готовы играть? Да. Согласны? Да. Хорошо. Меня зовут Алексей, как вас зовут? Ваня. Иван. Антон. Антон. Наталья. Наталья, очень приятно. Ну что, поехали? Поехали. Поехали. Итак, вас ждут простые вопросы, цена которых 100 рублей. Первый вопрос. Горнышко – это верхняя или нижняя часть кувшика? Верхняя. 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 Как одним словом назвать потерю сознания? Убор. Назовите головной убор, который в сказках превращает человека в невидим. Шапка. Шапка. Хорошо играете. Опять верный ответ. Следующий вопрос. Снима. Сколько будничных дней на одной неделе? Пять. Как называется звериная дорожка? Тропа или трасса? Тропа. Это же вопрос. Тропа. Это верный ответ. Я вас поздравляю, закончились простые вопросы, цена которых 100 рублей. Дальше вопросы будут посложнее. Они будут стоить 500 рублей. 500. И мне хотелось бы сказать, что помимо трех жизней, в нашей игре у вас есть две подсказки, которыми вы можете воспользоваться. Это позвонить кому-нибудь или спросить у прохожего. Хорошо. Хорошо. Понятно, да? Как трудно сейчас молодежи жить. Смотря в чем. Это вопрос? Смотря в чем. Это от меня так вот. Ну я смотрю, вы молодые, красивые. Смотря в чем. Поступать сейчас напрягает. Поступать напрягает? Почему? Ну потому что многое не получается, что получается очень сильно волнуешься. Очень волнуешься, да. То есть опыта не хватает? Ну да. А в любви? Тоже в любви. Это вообще тема плохая. Плохая, да. Почему тема плохая? Тема любви плохая? Тема хорошая. Не сейчас, да. Не в этот период в жизни. Это тема хорошая. Тут уж реально мозгов не хватает. Хорошо. Ну надеюсь, что опыта вам хватит ответить на сложный вопрос, цена которым 900 рублей. Надеюсь. Я тоже надеюсь. Тогда первый вопрос. Откуда вы дергивали волосы старик Хатабыч, когда колдовал? О-о-о! Наверное, из бородой. Вы уверены, что это правильный ответ? Да. Уверены? Да. А борода и подбородок, это разные вещи? Нет. Если так, то и не очень. Это разные вещи, конечно. Это верный ответ. Играем дальше. Следующий вопрос. Музыкальный вопрос. Кто исполняет эту песню? Итак, ваш ответ. Это Энрике Глесес. Энрике Глесес. Да. Не может этого быть. Это серьезно. Это неправильный ответ. Как? Да что вы? Шучу, шучу, шучу. Правильный, конечно. Играем дальше. Следующий вопрос. Что у вас? Какого цвета углы боксерского ринга? Красный и синий. Красный и синий. По-любому. А, какого цвета? Да, точнее, есть красный. Нет, не ты. Я взял педальтоник, Антоник. По-любому. Красный и синий. Учение для одной и той же. Красный и синий. Да. Вот если бы вы сказали, что углы все одинаковые, то вы бы проиграли. А это верный ответ. СМЕХАЕТСЯ СМЕХАЕТСЯ Вопросы вести, как бы вы считать миллионеров. Итак, следующий вопрос. СМЕХАЕТСЯ Назовите век, в котором родился поэт Сергей Есенин. А, нет, да, 19-го. По-любому 19-го. Сто пудово. СМЕХАЕТСЯ СМЕХАЕТСЯ Нет, но после таких слов сто пудово я не могу отказать. Это действительно верный ответ. И глянем дальше. Следующий вопрос. Что в песне делало зеленое море тайги под крылом самолета? О чем-то поет зеленое море тайги. Там-дам-дам. Странно, что вы знаете эту песню. Мы по-фильму. У вас слева гости. СМЕХАЕТСЯ Это верный ответ. Закончили сложные вопросы, цена которой 500 рублей. СМЕХАЕТСЯ Дальше вопросы будут еще сложнее. А они будут стоить тысячу рублей. СМЕХАЕТСЯ Ну что, у вас все жизни целы. Подсказки тоже все целы. Так что у вас осталось ехать тут 600 метров. А вопросы что-то касалось. А кстати, вам куда на Арбат? Нам к Гитису. Нам к самому началу. К Гитису? Гитису, да. Нам, сказать, надо. Ну, ради Гитису. Так, подойдите. Гитису, это вон туда надо ездить вообще. Понятно. Все, понятно. Хорошо. Обещание Гитису, конечно. Да, я вас довезу до Гитису, не волнуйтесь. Отлично. Отлично. А в Гитис вам зачем? Там что, тусовка какая-то? Поступление. Поступление. Вы на актерский поступаете? Да. На актерский? Да. Вам что, деться больше нечего? Да. Мне кажется, что да. Я вообще не знаю. То есть вы хотите стать богатыми и знаменитыми, да? Ну, было бы неплохо на самом деле. По большому центру все дети. Хорошо. А ради чего вы поступаете в театральный? Объясните мне, пожалуйста. Больше ничего не умею. Все. На школу была театральная. То есть... Короче, была школа театральная. Вы все втроем решили поступать. Да. Ну да. В общем, не первый год. А можно какое-нибудь с выражением стихотворение? Да, это к ней. Это к нему. Наталья, давай. А что? Извините, вас будут слушать, и вы стесняетесь. Давай, Ванек. Не-не-не-не-не-не-не-не. Хорошо, тогда перейдем к сложным вопросам. Цена которым тысяча рублей. Поехали. Первый вопрос. Биту используют в какой игре? Крикете или крокете? Крокет. Крокет. Берегите там эти самые какие, молоточки. Крокет. В любом. Ну вот. Крокет. Крокет. Я вас поздравляю, вы супер играете. Вы обязательно поступите, это неправильное открытие. Нету такой игры? У вас осталось две жизни и две подсказки, которыми вы не воспользовались. Вопросы что-то осталось? Пока едем. Следующий вопрос. Как зовут главную героиню сказки «Три толстяка»? Тихо. Тихо. Суок. Суок. Это вот маленький. Суок. Суок. Там очень важно. Я помню, что она. Суок. По-любому. Я читал. Суок. Ты уже отвечал один раз. Суок, пожалуйста. Суок. Ваш ответ. Суок, да. Суок. Да. Это верный ответ. Осталось ехать 50 метров. И я нарушаю правила, я не буду далеко заезжать, чтобы мне здесь развернуться. Вот, в принципе, и гипс. Отлично. Мы приехали. Говорят, что будущие актеры, они, как правило, люди раскрепощенные. Да? Люди рискованные. Я предлагаю вам сыграть супер-игру. В чем она заключается? То, что вы расслышивание начинаете. Да, сейчас, стой, 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 стой. В чем она заключается супер-игра? Вам будет задан один вопрос и четыре варианта ответа. Один из них верный. Если вы выберете верный ответ, ваша сумма удвоится. Это будет не 4 тысячи, а 8 тысячи. А если мы неправильно ответим, то у нас все сбора. А мы можем сразу же две подсказки использовать? Звонить с кингвином. Да, мы можем две подсказки использовать? Не можете. Можем? Это супер-игра. И все сгорает. Сложный вопрос. Сложный вопрос. Скажите честно. Не знаю. Ну что, давай. Играем. Все. Да, да, по-любому все. Я все, я все. Это ваш поступок. Да. Не надо жалеть о совершенных поступках. Да, да, да. Вы играете в супер-игру. Играем. Да, играем. Итак, внимание на экран. В каком кинофильме впервые прозвучала песня «Не кочегары мы, не плотники». Высота, девчата, матрица, Волга-Волга. Не матрица, ребята, точно. Девчата. Нет, нет. Это девчата. Может, высота? А мы высотники. Высота, высота, высотники. Высота, высота, высотники. Да, 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 высота. А что это высота? Высота, да. Высота. Ваш ответ – высота. Да, высота. Вы можете спеть эту песню? Не кочегары, мы не плотники. Но, к сожалению, горьких нет. Как нет, а мы монтажники, высотники. Да, да, и с высоты вам слем привет. Слем привет. Я же в Кольбе слышал. Не расстраивайтесь. Вы выиграли 8 тысяч рублей. А-а-а! Не расстраивайтесь. Доехали, доехали, доехали. Да. Отлично. Поступать. Что это поступать будет? Может, не пойдем? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я тоже. Восемь. А что бы подрали? Мне нужно купить все, это самое. Книжки. Да, ну, по-любому. Сейчас книжки пойдем. Ну что? Потом к книге зайдем рядышком. Будущее студента. Не буду каркать. Деньги ваши. Может, камеру куда-нибудь поддам? Всего доброго. Ой, отлично. Удачи на дорогах. Спасибо. Пока-пока. До свидания. Выходим, да? Я еду навстречу к следующему игроку. А выиграет ли он, мы узнаем после рекламы. Продолжение следует.